В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Кинотеатр «Искра» в скором времени обновит свой фасад. Нашли организацию, которая была готова оказать содействие за свои собственные небюджетные средства. Учитель начальных классов Анастасия Соколова представит Ленинский городской округ на областном конкурсе «Педагог года». Хорошо проводит уроки и объясняет хорошо домашние задания. И мы все понимаем. В районном историко-культурном центре прошел творческий вечер Вячеслава Гаевского «Звучимая песня». Открывшийся в 1985 году кинотеатр «Искра» ни разу не ремонтировали. Вслед за масштабной реконструкцией территории вокруг здания очередь дошла и до кинотеатра. Его фасад планируется полностью обновить. Как будет выглядеть «Искра» и, главное, когда ждать перемен, узнала наш корреспондент Юлия Пагасьян. Долгое время горожане ждали реконструкции площади у кинотеатра «Искра». Мечта исполнилась накануне Нового года. Теперь территория выглядит современно. Здесь приятно проводить свободное время. Но впечатление портит внешний вид «Искры». Поэтому администрацией Ленинского городского округа было принято решение отремонтировать фасад здания. На работу удалось выделить вне бюджетные средства. Нашли организацию, которая была готова оказать содействие за свои собственные небюджетные средства провести монтаж фасадов на кинотеатре из металлоконструкции, которые будут по цветовой гамме сочетаться с общей территорией. Ориентировочно к апрелю, но если погода будет благоволить, то и раньше мы увидим обновленный фасад кинотеатра «Искра». Он полностью будет соответствовать недавно отремонтированной площади вокруг здания в таком же стиле и цветовой гамме. Это примерный вид кинотеатра после ремонта. Такой проект буквально на днях был утвержден администрацией. В понедельник местные жители смогут увидеть первых рабочих, которые сначала разместят на территории бытовые городки и леса, а после начнут работы по отделке фасада. Конечно надо, потому что он портит вид сейчас. Площадь такая красивая, а кинотеатр, конечно, да, уже устарел. Чтобы было лучше еще, красивее. Вообще пользуется популярность у вас наш кинотеатр? Да, пользуется. Ходим сюда. Важный факт. Во время проведения работ по отделке фасада сам кинотеатр продолжит работать в обычном режиме. Люди, как и прежде, смогут посещать «Искру», где сейчас стали показывать первоэкранные фильмы. Те, которые идут по дате проката. Самые последние новинки киноиндустрии. В кинотеатр народ ходит. Сейчас идут неплохие фильмы, поэтому всех приглашаем. В обычном режиме, да, согласно расписанию? Да, конечно, согласно расписанию. С расписанием сеансов кинотеатра «Искра» можно ознакомиться в группе учреждения во Вконтакте или по телефону 8-495-541-49-41. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ученики начальных классов 2-го видновской школы стали участниками единого дня профилактики. Он был организован сотрудниками ГИБДД совместно с отделом по защите прав несовершеннолетних администрации Ленинского городского округа. О чем говорили с ребятами представители этих организаций, узнал Максим Козлов. Если бы не форменная одежда, не посвященный человек принял бы сегодняшнее мероприятие за обычный урок. Но сейчас здесь рассказывают не о сложении, вычитании или правописании, а о том, как нужно вести себя на улице. Я нарисую пешеходный переход, потому что мы с вами должны по пешеходному переходу переходить, да? Ну и как бы схематично автобус. Ну вот так вот я его нарисую, наверное, или троллейбус. Разрешающие движение цвета светофора, правила перехода автомобильной дороги, казалось бы, привычные истины. Но повторение – мать учения. Тем более, что многие из учеников школы каждое утро, отправляясь на учебу, становятся участниками дорожного движения. Я сталкиваюсь с самой большой сложностью, что на строительной машины не пропускают тебя. И поэтому приходится вставать на носочки и через машину смотреть, где там машины, чтобы обезопасить себя. Задача сотрудников ГИБДД – сделать так, чтобы дети чувствовали себя увереннее на дороге. На необходимость проведения таких уроков указывает и статистика. В 12 месяцев прошлого года было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Из них 3 дорожно-транспортных происшествия было с участием детей в возрасте до 18 лет. И 11 дорожно-транспортных происшествий именно с участием детишек до 16 лет. И хотел бы отметить, что 8 именно дорожно-транспортных происшествий было с участием детей пешеходов. Единый день профилактики организован сотрудниками ГИБДД и отделом по защите прав несовершеннолетних администрации Ленинского городского округа. Именно его представитель также выступил перед ребятами и рассказал о важности соблюдения установленных правил и законов. Дети нарушают устав школы, повреждают периодически школьное имущество, такое бывает. Общение с друг другом тоже иногда выходит за рамки. К тому же много беды у нас приносит и железная дорога, и автодорога. Очень много травм у детей. Подобные мероприятия проводятся в Ленинском городском округе на постоянной основе. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Победителем конкурса «Педагог года-2019» стала учитель начальных классов Видновской школы номер 9 Анастасия Соколова. Теперь именно ей предстоит отстоять честь Ленинского городского округа на областном уровне. Наша съемочная группа побывала на одном из уроков Анастасии Викторовны и узнала, как идет подготовка к предстоящим соревнованиям. Угольник. Сколько углов у него? Четыре. Четыре. Поэтому все четыре угла. Ну а какие? Три. Школа – второй дом, а первый учитель – вторая мама. Добрая, хорошая никогда не ругается. Именно так об Анастасии Викторовне отзываются ее ученики. Никогда не злиться на нас, если мы даже что-то уронили. Она хороший учитель. Она умная, смелая, хорошо проводит уроки и объясняет хорошо домашние задания. И мы все понимаем. Сама Анастасия отмечает, что своей победой она обязана детям, их эмоциям и переживаниям. Когда мы уже выиграли, наверное, это были настолько искренние и радостные чувства, когда они подбежали, обняли и настолько были счастливы. Наверное, я не была так счастлива, как были счастливы мои дети. Самым трудным для лучшего педагога 2019 года оказалось совмещать участие в конкурсе и преподавательскую деятельность. Загруженность большая и приходилось даже работать ночью, потому что по-другому не получалось. Но действительно было очень сложно выступать на сцене, потому что каждый день ты выступаешь среди своих детей, но это твои уже родные, это твоя родная публика, которая тебя оценивает по-доброму, положительно. А когда ты выходишь на сцену и ты видишь абсолютно незнакомые для тебя лица, конечно, было сложно. Уже в середине февраля состоится первый семинар областного этапа «Учитель года». Испытания для участников похожие. Как и на региональном уровне провести урок в неклассное мероприятие. Но отличия, по мнению Анастасии, все же значительные. Если здесь я давала урок со своими детьми, то там я буду давать урок с абсолютно неизвестными мне детьми. И я уеду, можно сказать, в небольшую командировку, где я буду жить на протяжении пяти дней и показывать там какие-то мастер-классы. Это огромный опыт, конечно. Наверное, это интересный опыт. У Анастасии сравнительно небольшой стаж преподавательской деятельности. Всего семь лет. Но своей активностью и творческим подходом к делу она уже доказала свой профессионализм и завоевала любовь и уважение не только учеников и их родителей, но и коллектива школы. Несмотря на ее юный возраст, одна из самых опытных преподавателей нашей школы. Своим энтузиазмом она заряжает не только своих детей, но и других педагогов. Ее креатива хватает на всех. Стоит отметить, что за последние два года ученики Анастасии Викторовны неоднократно принимали участие в дистанционных олимпиадах, творческих конкурсах. Кроме того, они выставляли свои работы на школьной научно-практической конференции. Все это еще раз доказывает, у нашего муниципалитета достойный представитель. Я думаю, ее шансы 10 на 10, потому что она лучшая учительница в мире. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. В районном историко-культурном центре прошел творческий вечер Вячеслава Гаевского «Звучимая песня», где было легко убедиться в правдивости этой фразы. Александра Столярова побывала на мероприятии. В историко-культурном центре состоялся творческий вечер Вячеслава Гаевского, на котором автор впервые представил собственные песни. Зал был полон гостей и друзей исполнителя, которые с удовольствием пришли, чтобы послушать и поддержать. Играл, проигрывал. Я слышала его песни. Вот сейчас я надеюсь, я познакомлюсь более подробно. Первая песня Вячеслава Гаевского была написана еще в студенческие годы. После репертуар стал значительно пополняться. Последние песни, как делится автор, были написаны буквально несколько месяцев назад. Вдохновение он берет в своих друзьях и близких людях, которые заряжают его хорошим настроением. У всех по-разному. Я так думаю, что у всех по-разному возникают и песни, и стихи. Мне даже иногда трудно объяснить, как появлялись эти песни. В подготовке вечера Вячеславу Гаевскому помогали его друзья. Аранжировку песен сделал композитор Рашид Вильеев. Некоторые песни автор исполнил сам, другие доверил профессиональным вокалистам. Одним из них стал Владимир Кабанов, который говорит, что знает Вячеслава Гаевского давно, и многие песни для него стали близки. Я никогда не пил таких песен. У нас с оркестром русских народных инструментов романс, русские народные песни, советские песни, паре из оперы. А здесь современная тематика. Для меня какое-то открытие. Это первый мой такой опыт. Помимо песен, зрители увидели слайд-шоу, задавшие настроение вечеру, и услышали стихи автора, посвященные детству и любимому городу. Смученные годами, проклятыми войны, сюда стихались люди надеждами полны. Вячеслав Гаевский наделен разными талантами. Год назад он провел фотовыставку своих работ. Некоторые из них можно было увидеть и на творческом вечере. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. И это тот самый случай. Татьяна Брылова, Александр Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok